Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Ну, в Соединенных Штатах Америки в разгаре так называемый политический процесс века. Судят Манафорта, бывшего начальника штаба, избирательного штаба президента теперешнего Дональда Трампа. Насколько все может зайти далеко и серьезно? Решающим будут промежуточные выборы 6 ноября. Это будет, по существу, референдум по личности Трампа. Большинство экспертов опросов общественного мнения показывают, я с ними согласен, что у демократов хорошие шансы получить небольшое, но ощутимое преимущество в обеих палатах. Тогда, сразу же, когда новый состав Конгресса соберется, они начнут процесс импичмента. Это не значит, что Трамп будет отстранен от власти через день. Начать-то его легко, это простое большинство в палате представителей. А, собственно, сам процесс обсуждения обвинения по существу происходит в Сенате, и для вынесения импичмента требуется 2-3 голосов, что, вероятно, только в случае, если от Трампа уже окончательно откажутся республиканцы. Но в любом случае, просто начало процесса импичмента означает уже конец политической карьеры Трампа, и чтобы до конца первого срока он не досидит. Там, возможно, всякие варианты, скорее всего, так же, как с Никсоном, вынудят уйти в отставку в обмен на формальный иммунитет от любых преследований. Мы понимаем, что в моменты ослабления любой легитимной власти, будь то, например, в Соединенных Штатах или в Украине, включается Кремль. В принципе, Кремль, скорее всего, и не выключался. Да, но, возможно, сейчас нас ждет что-то не очень приятное. Вы знаете, я с вами согласен и нет. Вот то, что Трамп ослаблен был с самого первого дня своего президентства, это действительно так, но благодаря этому Украина получила очень многое. И, безусловно, политическую поддержку, которую артикулирует Курт Волкер, и современное вооружение, включая Джавелин и так далее. Так что, скорее, нужно радоваться слабости Трампа, а не огорчаться. Все это сделал именно тот американский военно-политический эстеблишмент, который твердо поддерживает Украину. Но я согласен с вами в том, что довольно опасный период начнется после 6 ноября, если, как мы все предполагаем и надеемся, Трамп потерпит поражение и начнется процедура импичмента. Дело в том, что Москва пока все еще надеется на своего Трампушку. Вот вся эта операция «Наш Трамп, она незаконна». Все они надеются именно на то, что Трамп победит на этих выборах. И вот вообще-то очень осторожный кремлевский, по существу, агент номер один в Вашингтоне Дмитрий Саймс, который очень большую роль играет в формулировании российской политики на американское направление. Он ее, так сказать, как бы корректировщик этого огня, сидящего в Вашингтоне. Он проводит еженедельные беседы с Соловьевым. Очень рекомендую вам их слушать. И вот в той беседе, которая проходила накануне саммита, с одной стороны, он очень мудро советовал кремлевским, не следует давить на Трампа слишком сильно. Это подорвет его позиции здесь. Но с другой стороны, он проболтался и сказал, что вот если Трамп победит на выборах, тогда он уберет всех членов кабинета своего собственного. Ну вот тех же, Пампео, Болтона, Матиса и других, Коуца, директора по национальности. Вот тех, которые как бы его сдерживают и в частности обеспечивают вот ту благожелательную по отношению к Украине политику. То есть кремлевские очень на это надеются. Разочарование их будет огромное. И вот шанс какой-то военно-политической авантюры будет очень велик. Ну, во-первых, вот как раз тогда-то и начнется этот полный развод в американской политической системе, о котором, говорится, благоприятная атмосфера таких авантюр. А во-вторых, уже будет не начнут наглядываться. Ставка на нашего Трампа битая. Трампа там через два или три месяца, так или иначе, уберут. Нужно использовать это окно. Вот этот период действительно будет опасным. И не только для Украины. Я думаю, что и для Прибалтики. Ведь Трамп недавно, уже после возвращения из Хельсинки, в одном из своих интервью на Фоксе с тамошним идиотом, его поклонником Карсуном, они вместе высмеивали по существу пятую статью устава Североатлантического союза. Как это вот, что мы будем помогать какому-то Черногории и так далее. Вот это просто сладостные звуки для Москвы. Ну это чемберленовские нотки в голосе, по сути. В свое время мы знаем, чем это закончилось. А сейчас было не менее странное событие. Ваяж начальника Генерального штаба России Герасимова в сопровождении товарища Риббентропа, простите, господина министра Лаврова в Париж, в Берлин и в Иерусалим. Ну, основная цель Герасимова была в Иерусалиме, и там его принимали. Израильтяне ведут очень деловые переговоры с Москвой по поводу их безопасности. Они, кстати, кончились провалом. Израильтяне хотят полного вывода иранских войск и предупреждают, что они себя ничем не связывают и будут уничтожать любые объекты. Кривлевские предлагали какую-то зону 100 километров от израильской гранины. Но вы понимаете, что такое 100 километров при современных средствах вооружения, что эта миссия закончилась провалом. А в Париж, что ли, Берлин, привезли Герасимова, ну, даже, я надеюсь, не столько для конкретных переговоров, но погрозить. Вот, как комментировалось это по российскому телевидению, доброе слово – хорошо, доброе слово плюс кольт – это еще лучше. Ну, вот все об этом говорит, что Москва, в принципе, готова к военным авантюрам. Пока, но пока она до конца хочет поработать вот эту модель нашего Трампушки. И до 6 ноября, я уверен, никакой эскалации не будет, а вот окно между 6 ноября и уходом Трампа из Белого дома – это для Москвы окно возможностей. Это совпадает уже как бы с разгаром избирательной кампании в Украине. Кстати, вот это тоже фактор, мы говорили с вами в прошлый раз, как бы останавливающий Москву от чисто военной возможной эскалации. Ну, там все-таки рациональные люди, если что-то, что им нужно, а им нужно полное подчинение Украине, можно получить как бы минимальными средствами, то лучше получить минимальными средствами. Лучше так воздействовать на украинские выборы, чтобы поставить во главе Украины человека, проводящего российскую позицию. Ну, вот именно, просто очень сильно он усиливает деятельность своих ПТНовцев в Украине, которые различными голосами начинают завывать о возможной перезагрузке, кто старое, помянет тому «глаз вон», «один народ» и прочее, и прочее, и прочее. Мы понимаем, в принципе, что Украина от войны устала. Но, с другой стороны, мы понимаем, что Кремль будет эту усталость использовать в своих целях для внутреннего разложения украинских политических элит. Украинских выборов будет, давайте жить дружно, мир, братский народ и так далее. Ну, это ваша проблема, ваши ПТНы. Вот это, по-моему, опаснее для Украины, чем позиция военно-политического стеблишмента Соединенных Штатов. Она жесткая и последовательная проукраинская. Владимир Андреевич, а заострение так называемого украинского кризиса, в частности, кризиса на Азовском море, может как-то всколыхнуть или пробудить американский стеблишмент? Потому что мы понимаем, ну, в принципе, на повестке дня сейчас у них дело Манафорта. Нет, вы заблуждаетесь. В отношении Украины американский военно-политический стеблишмент пробуждать не нужно. Все-таки весь этот стеблишмент воспитан в атлантических традициях, и они прекрасно понимают, чему грозит, чем грозит. Для безопасности самих Соединенных Штатов подрыв этих позиций. Они понимают, что дело идет не о Мариуполе и не о Нарве, а дело идет о судьбе Соединенных Штатов и Запада в целом. Потому что показательная порка Запада где-то в Восточной Европе – это просто конец НАТО, конец Запада, уход Соединенных Штатов с мировой арены. И это военно-политический стеблишмент Соединенных Штатов не допустит. Именно поэтому он так жестко предстоит сейчас. Но с другой стороны, мы понимаем, что, в принципе, есть такая вещь, как недостойное предложение. И в случае Украины Путин сделал непристойное предложение в отношении проведения референдумов, которые полностью суперечить украинской конституции. То есть, но Путин на это пошел, и, видимо, он будет это дело продавливать. Ну, что дальше продавливает. Оно было и формально отвергнуто Соединенными Штатами, и Франция, и Германия не высказали никакого энтузиазма по этому кодоводу. Ну, чисто он еще один раз получил удовольствие, как вы правильно подчеркнули, возможностью унизить Запад. Но гораздо опаснее было вот то давление Франции и Германии в 15-16 году, когда они пытались заставить вас принять путинскую интерпретацию Минских соглашений и принять все эти законы о федерализации. Вот украинская власть тогда устояла, и сейчас этого давления нет. Сейчас Путин еще... Его, собственно, план... Мы же говорили уже, я все время дополняю, два провалившихся плана Путина поколения Украины. Первое – это проект Новороссии, а второе – это вот легализовать эти республики, втолкнуть их как рак внутрополитического поля Украины, и тем самым уничтожать ее изнутри. Оба эти планы провалились, но от своей стратегической задачи расчленения и уничтожения Украины Путин не отказался. Большое спасибо, уважаемый Андрей Андреевич.